В Подмосковье стартовал социальный раунд «Трезвый водитель». Он направлен на профилактику дорожно-транспортного травматизма и выявление участников движения, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Алексей Букин. На протяжении всего социального раунда, грубо говоря, на протяжении всего месяца усиленные экипажи будут работать в кругосуточном режиме. Это уже будет целенаправленно, люди будут стоять, останавливать, как говорится, всех подряд, несмотря на возмущение граждан, и профилактировать данный вид административных нарушений. В ходе раунда всем водителям сотрудники ГИБДД еще раз напомнят о недопустимости нарушений правил дорожного движения, в частности, управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет, плюс административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответственно, если это гражданин или гражданка совершает повторно, это уже в статье 264 Уголовного кодекса. Там предусмотрено вплоть до лишения свободы. По статистике, вождение в нетрезвом виде является причиной каждого девятого ДТП с пострадавшими и погибшими. Именно поэтому так важно проводить подобные профилактические рейды. Всего с начала года в Московской области выявлено порядка 4 тысяч водителей. Именно в состоянии такого-либо такого опьянения, либо отказавшегося от прохождения мета-свидетельствования. А если, кстати, водитель отказывается, то дальше... Санкции те же самые. Санкции те же самые. Абсолютно, да. Абсолютно. Ни на что это не влияет совершенно. Несмотря на профилактику подобного вида нарушений, с начала года сотрудниками ГИБДД по Ленинскому городскому округу уже выявлено около 200 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из них двое спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится до 31 июля.